Так, поехали. По порядку, да? Первый вариант. Да-да. Окей. Значит, смотри. Тебе нужно вычислить, да? Там написано «выполните действия». Получается, что выполнять вычитание и сложение корней ты можешь только в том случае, если у тебя под корнем находится одинаковое число. У нас на данный момент числа там под корнями разные, поэтому выполнять сложение и вычитание ты, соответственно, не можешь. Вот. И ты должен сначала переделать как-то, да? Сделать так, чтобы везде у тебя было одинаковое число. Одинаковое. Значит, как это сделать? Значит, получается, с первым слагаемым ты сделать ничего не можешь. Там двойка, то есть, ну, ничего ты не сделаешь. Ты оставляешь это. Вот. А вот что касается восьмерки, да? Восьмерки. Давай мы отдельно выпишем. Вот. Смотри, получается, что, да, мы знаем, что корень квадратный посчитать из восьмерки мы не можем. То есть, это не будет целочисленный результат, правильно? Да. Но мы можем разложить это число на два множителя, именно на два множителя, среди которых один множитель. Это будет такое число, из которого корень можно подсчитать. На какие же множители мы разложим число восемь? Да, четыре. Четыре два. Правильно? Да. Четыре умножить на два. Правильно. Четыре умножить на два. Так. И что у нас получится? Дальше мы пользуемся свойством. Есть такое свойство, что если у тебя есть под корнем несколько множителей, то ты можешь это посчитать как корень из а умножить на корень из b. То есть, корень ты можешь вычислять из каждого множителя отдельно. Отдельно. Понятно? Мы здесь поступим точно так же. То есть, у нас есть один множитель, есть другой. Мы корень посчитаем из каждого множителя по отдельности. То есть, это будет корень из четверки умножить на корень из двойки. Правильно? Да. А корень из четверки, это что за число? Два. Корень квадратный из четырех, это два получается. Правильно. То есть, у нас получится что? Два. А корень из двойки, он же не считается. То есть, так и останется. То есть, будет два корня из двойки. Понял? Да, да. Два корня из двойки получается. Вот такая вот штука. Это мы так переделали. Вот это. Мы вот так вот переделали. Раздробили. Один множитель по-любому должно быть число, из которого корень считается. Вот. Ну, вот получается у нас получилось такое. Корень из четверки отдельно взяли, корень из двойки взяли отдельно. Корень из четверки это два, а корень из двойки у нас остался. Вот. А теперь давай посчитаем, что же у нас получится. Тут же пять. Это же пятерка, множитель. Он же никуда не делся. А вместо корня из восьмерки ты, получается, вот это должен подставить. Вот. То есть, оно будет умножаться на пятерку. Что получится тогда? Что получится? Как? Я не понял. Ну, смотри. Вот этого уже нет. То есть, вместо него будет вот это. Мы же с тобой решили. Да? Ну, значит, пятерка будет на это умножаться. Вместо корня из восьмерки подставь вот это. И что у тебя выйдет? Если мы пять умножим на вот эту штукенцию, что у нас получится? Получится. Еще раз. Мы корень из восьмерки переделали. Переделали. А это тогда будет десять. Десять. И потом. Да. Да. То есть, пятерка умножается только на вот это число, на коэффициент. Она умножается. А вот этот корень, он же останется. Пятерка же на него не умножается. Да. Значит, получается, вместо корня из восьмерки ты подставляешь вот это сюда. Значит, твоя пятерка, твоя пятерка будет умножаться. Твоя пятерка будет умножаться на вот это все. Да? Вместо корня из восьми. Получается у тебя что? Пять умножить на два. Это будет десять. Вот. А корень из двойки мы просто перепишем. Дальше. Плюс. Так. Корень из тридцати двух. Корень из тридцати двух. Это тоже надо переделывать. Да. Можем отдельно тоже выписать. Значит, корень из тридцати двух. Да. Так. Что у нас выйдет? Давай подумаем, на что же мы раздробим наше число 32. То есть мы уже как бы догадываемся, смотри, вот здесь двойка, вот здесь двойка, да? То есть мы получили то, что, то, к чему мы стремимся. Мы стремимся к тому, чтобы под корнем было одинаковое число. Ну, значит, это же не исключение. То есть мы должны разбить на два множителя, и по-любому уже двойка должна быть. Ну, как бы очевидно, что одним из множителей, на которое мы разложим число 32, это должна быть двойка. Может, это четыре? Ну, двойка будет, и какое число еще? Ну, двойка же будет по-любому, я же тебе говорю. Двойка уже здесь есть, значит, очевидно, что... А, двойка 16. Ну, вот. Если под корнем ты сделаешь так, и под корнем у тебя будет какое-то другое число отличное от двойки, то ты не сможешь, допустим, вот ты говоришь, если бы мы идти по четверку. Четверку умножим на что? На 8, да? То есть 4 x 8. И тогда у тебя получится 2 корня из 8. Но ты же не можешь вот это, или там вот это складывать, или вычитать вот этим. Почему? Потому что у них разные числа под корнем. А тебе надо, чтобы они были одинаковые. Поэтому очевидно, что одним из множителей, на которые ты разложишь число 32, будет двойка. Но, значит, 32 поделить на 2, это значит, должно быть тогда 16. То есть другой множитель. Хорошо, продолжаем. И что же получится теперь из этого? Что же получится из этого? Опять же, пользуемся этим свойством. По отдельности из каждого множителя вычисляем корень. Ну? Ну, тогда 2 корень 16. Корень из 16 умножить на корень из двойки. Это будет... Это будет... Так... Угу. Угу. Можешь на корень 16. Это будет что? 4 корень 2. Корень из 16. Это будет 4. А корень из двойки, он же остается. 4 корень из двойки. Ну, вот. Так. Все. Значит, теперь вместо вот этого числа мы будем писать вот это. Пишем. Плюс 4 корень из двойки. И теперь ты можешь это и вычитать, и складывать. Так как мы добились того, чего хотели. У нас под корнем находится одинаковое число. Значит, мы теперь это все можем посчитать. Вот. Когда мы считаем, вот эта часть, она остается. Мы ее как бы не трогаем. Да? То есть ты считаешь, когда ты складываешь и вычитаешь такие числа, то ты вычитаешь и складываешь только лишь коэффициенты. То есть 3 минус 10. Сколько будет? 3 минус 10 минус 7. Минус 7. Минус 7 плюс 4. Минус 7 плюс 4. Это будет минус 3. Минус 3. Правильно. Будет минус 3. А вот эта часть, да, корень из двойки, он просто дописывается к ответу. Все. Это есть ответ. Это есть ответ. Так, следующий примерчик. Давай делать. Бэшка, да? Так, разбираемся с бэшкой теперь. Здесь довольно-таки все просто. Вот. Смотри. Если у тебя корень, ну вот это считается корень квадратный, и вот это считается корень квадратный. Ну вообще, когда мы пишем корень квадратный, мы знаем, что он второй степени. Ну, меньше степени корня не существует. То есть, если корень второй степени, вот, там, да, то есть нету корня первой степени. Это то же самое, что его нет, по сути. Вот. И двойку не принято писать, когда мы говорим корень квадратный. Ну, короче говоря, фишка в том, что эти корни, они одинаковой степени. А если они одинаковой степени, то ты можешь их умножать и делить. Вот эта часть, она остается. Она остается. А вот это мы перемножаем. Мы перемножаем. Это будет 1,45. Это будет 5 корней из 45. Если есть вопросы, спрашивай. Ну, ты понял, почему так получилось? Да. Понял. Хорошо. Дальше. Это окончательный ответ? Нет. Это не окончательный ответ. Почему? Потому что на самом деле из этого числа мы можем еще некий множитель вынести наперед. Да. И тогда уже это будет окончательный ответ. На какие же множители мы разложим число 45? 5. 5. 5. И что еще? И 7. Ну, это 35 будет 5 на 7. А, нет, нет. 9 и 5. 9 и 5. 9 и 5. Хорошо. Давай считать, значит. Давай сразу. Опять же, мы будем по отдельности считать корень из девятки и потом корень из пятерки. Корень квадратный из 9 чему равен? 3. 3. 3. А корень из пятерки можно посчитать? Нет. Нет. Остается. Так, и перемножаем вот эти числа. Это будет 15. Это будет 15. 15 корней из... 5. Из 5, правильно. 15 корней из 5. Все. Есть контакт. Следующая. Гэшка, да? Угу. Подожди, а Вэшка где? А, стоп. Вэшку еще не взяли. Давай Вэшку возьмем. Так, как здесь посчитать? Здесь я предлагаю сначала посчитать то, что в скобках. Есть, конечно, такая фишка, что мы можем по очереди умножить наш множитель на каждое, но здесь, наверное, все-таки лучше посчитать в скобках. Можно по действиям разбить. То есть, это, допустим, первое действие, это второе. Значит, 5 корней из пятерки. Давай сразу же мы число 45 разложим на множители. На какие? Мы уже раскладывали, да? Это число. 9 и 5. 9 и 5. Может быть, мы сразу и переделаем его уже? Если у тебя 9 умножить на 5. Корень из девятки это что? 3. 3. А корень из пятерки? Нету. Не считается. Ты понял, что это такое? Да, я понял. Это мы число 45. Корень из 45 мы переделали. Так, считаем. Что получится? Получится 2. Корень 5. Так. Два корня из пяти. Второе действие. Второе действие, да? Значит, то, что мы получили в первом действии. В первом действии у нас получилось вот что. Мы теперь умножаем. То, что у нас получилось в первом действии, мы умножаем на корень из пяти. Значит, вот это число, оно остается. Если мы корень из пяти умножим на корень из пяти, что получится? Это будет 25. Это будет просто 5. Ну, смотри, если подробно записать, если подробно записать, корень из пяти умножить на корень из пяти. Тут есть несколько вариантов, как это можно записать. Можно записать, как корень из двадцати пяти, потому что можно перемножить эти числа. А корень из двадцати пяти это что? Пять. Пять. Другой вариант, как можно это записать. Корень из пяти на корень из пяти. Это можно записать, как корень из пяти во второй степени. И получается, корень квадратный и вторая степень, они сокращаются. У нас остается только пять. Вот как ты можешь смотреть на это. Но так или иначе, если ты умножаешь корень квадратный на корень квадратный, у тебя корень просто исчезнет. Ну, если одинаковое, конечно, с корнем ты умножаешь. Одинаковое число под корнем находится. Тогда у тебя корень исчезает. Понятно? Именно если корень квадратный и именно если под корнем одинаковое число. Тогда он исчезнет, корень. Так, значит, это будет два умножить на сколько? Два умножить на пять. На пять. Тогда будет это десять. Да. Будет десять, правильно. Будет десять. Так. Десятка будет. Так. И гэшку делаем. Так, давай переместимся сюда. Тоже по действиям лучше разбить это все дело. Первое действие, второе действие. Так. Так, вперед. Я не знаю, как начать. С какой цифры. Ну, значит, давай подумаем. Давай подумаем. Опять же, нам нужно разложить, как мы с тобой говорили. Значит, 75 нужно представить как произведение двух чисел. Ну, корень из 75, он вычисляется? Вроде нет. Целочислено. Он не вычисляется. На какие два множителя мы разложим число 75? Можем разложить на... Да. Да, вот тут. 25 3 правильно ты все сделал продолжай что дальше после этого мы сделаем потом ой я тут написал равно прости пожалуйста давай же машина пишем или по отдельности ну давай на что мы будем писать плюс пишем же плюс у нас же что-то первое действие это полностью все так 6 до 48 на какие множители мы разложим можем разложить на 4 и 9 40 48 48 ну да 48 же надо разложить 4 умножить на 9 это 36 а можем разложить на 6 не тоже нельзя ну смотри тут ты можешь гадать но ты уже думаю как бы когда ты разложил 88 что 8 можно разложить на 8 и 6 ну и к из и какой в этом смысл если ты напишешь 8 умножить на 6 у тебя же корень из этого числа ж не вычисляется и шестерки не вычисляется должен быть один множитель чтобы корень из него вычислялся вот смотри у тебя подсказкой что является здесь вот здесь уже подсказка есть ты же когда разложил число 75 на 25 и 3 ты же уже понимаешь ты же понимаешь какое число под корнем останется какое число останется под корнем из этих ну корень из 25 считается корень из 25 да это будет 5 считается а корень из тройки считается нет нет значит какое число останется под корнем 5 ну ты же мне только что сказал корень из 25 считается так будет 5 ну так опять же она вылезет наперед что же она останется то ты же посчитал корень из 25 останется под корнем тройка из нее школе ты же не можешь посчитать вот она и останется под корнем вот это для тебя подсказка то есть очевидно что это же число ты тоже будешь раскладывать на множители среди которых будет также тройка понимаешь то есть 48 это должно быть что-то умноженное на 3 это 16 ну вот 16 умножить на 3 ты понял как думать надо да так хорошо дальше равно давай разбираться корень из 25 это что 5 и умножаем на 2 10 10 корней из скольки из 3 из тройки плюс дальше что потом 96 почему 96 6 умножить на 16 а что на 16 а корень сначала надо посчитать из 16 а как да корень из 16 сначала надо из 16 посчитать корень из 16 это 4 и умножить на 6 там будет 24 24 корень из скольки 3 3 потом 34 корень 3 34 корень из скольки и все 4 корни из скольки второе действие 34 корень из скольки поделить на корень из скольки что получится 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 расстелить тогда будет 34 правильно вот эта штука вот эта наша уничтожается уходит да правильно же сокращается правильно говорить не уничтожается сокращается до 34 корни из стройки ты поделил на корни стройки и множители твои ушли корни стройки сократились и осталось 34 пишем 34 значит это и будет ответ вот вот здесь написать 34 так так Пусть буква тебя не пугает Но сейчас Надо 7 Смотри В принципе тут можно даже не по действиям делать Можно сразу, целиком Значит 7 корней из А остается Тут ты ничего не сделаешь с этим выражением Вообще ничего ты не сделаешь Дальше, плюс Теперь смотри внимательно У тебя уже есть 2 множителя, правильно? Под корнем находятся 2 множителя Четверка умножается на Ашку, правильно? Да Корень из четверки, что получится? Корень 2 2 И двойка будет твоя умножаться на 1 вторую, правильно? Ну хочешь, можем отдельно написать Значит, 1 вторая умноженная на корень из 4 А Значит, это будет равно 1 вторая Корень из четверки, это будет что? Двойка, ты сказал Да? Можно еще подробнее написать Корень из четверки и корень из Ашки Корень из четверки, это будет 2 Корень из Ашки, ну, так и останется Правильно? Да, это тогда будет 1 корень А Можно 1 же не писать, будет просто А Потому что вот это же сократится Вот это с этим сократится, будет единица Единица как множитель, нейтральный элемент Толку нет с единицей, как с множителя Получается просто корень из А Вот что у тебя получилось То есть вместо этого теперь Мы будем писать вот это Корень из А Так, дальше, минус Что же здесь мы будем делать с этим? Значит, тоже хочешь, выпишем отдельно Но это ты можешь делать устно Смотри, вот это мы можем записать Как 1 девятая Умноженная на А Это же под корнем находится И отдельно, корень из этого и корень из этого Можно сделать Корень из 1 девятой, это что будет? Корень из девятки Из 1 девятой 3 Из 1 девятой 0, 3, тогда Корень из 1 девятой, нет? Не посчитаешь? Но если у тебя, смотри, правило Если у тебя есть корень А под корнем у тебя находится дробь Как это посчитать? Это, получается, будет корень из А Поделить на корень из В А, тогда это будет 1 и 1 дробь 3 Есть у нас тут еще правила какие-то А, вот это Сделаем Слушаю тебя, что ты говоришь? Это тогда будет 1 и 3 1 третья, да Это будет 1 третья Умноженная на корень из А И 1 третья твоя Она умножится на 12 Она умножится на 12 А что это получится? Если мы 1 третью на 12 умножим 1 третью на 12 Это будет 4 4, правильно Будет 4 корня из А Ну, давай подробно Подробно распишем 12 корней из А Деленые на 9 Значит, это будет Значит, можно вот так написать Дальше можно вот так написать Вот так вот можно сделать Потом От 12 умножить на Корень на 1 девятую Так, 12 умножить на что? На 1 девятую На 1 девятую? Да А почему не 1 девятую? Ты же считал Корень из Как посчитать корень Из 1 девятой? Тут же написано Вот у тебя есть корень Под корнем у тебя находится А Деленое на Б Как это посчитать? Корень из одного Корень из числителя отдельно И отдельно корень из знаменателя Тогда 1 третья Корень из единички Это будет что? Единичка Корень из девятки Это что будет? Тройка Тройка Значит, какое число получится? 1 третье 1 третье Да, ты же уже говорил 1 третье Получится И умножить на корень из А Это будет Тогда Корень А Так Ну, финансы может на 1 третьем Это будет Ты уже говорил, да Вспоминай Вспоминайте 4 4 4 умножить на А Тогда это будет 4 Корень А Значит, получается Ну, получается Умножить 12 на 1 третью Это то же самое, что 12 поделить на 3 Можно так думать 12 поделить на 3 будет 4 А можно просто сократить Мы знаем, что 12 к наверх пойдет 12 на 1 будет 12 Вот И сократится, короче 12 к вверху Тройка внизу На тройку сократили Вот Получается, что 4 корни из А Получается 4 корни из А Так? Да Все И теперь ты можешь это посчитать Тогда можно сосчитать 7 Плюс Минус 4 Это будет тогда 3 Корень А Значит, будет что ты говоришь еще раз? 3 Корень А А почему 3? Ну, 7 Плюс Минус 4 А вот здесь что? Почему ты это игноришь? У тебя же 7 корней из А Плюс корень из А Тут же единицу мы можем поставить То есть 7 Плюс 1 Это будет тогда 4 Да Значит, если мы сложим вот это Вот это с этим Это будет 8 корней Потому что 7 плюс 1 Это будет 8 корней из А Да? 8 корней из А Получается И 8 корней из А Минус 4 корни из А Это будет Что? Это будет тогда 4 корни 4 корни из А Будет, да Правильно Замечательно Получается 4 корни из А Так, следующее Осталось последнее задание Последнее задание Осталось Так, поехали Ну Ну здесь что? Здесь просто надо перемножить Тут С этими штуками Ты ничего не сделаешь Ну, потому что Под корнем находятся Разные переменные Да А если под корнями Находятся разные переменные То вычесть Выполнить вычитание Ты не сможешь Единственное, что получается Ты можешь по отдельности Свой множитель умножить на одно Слагаемое А потом на другое слагаемое Вот так вот ты делаешь Значит, что у тебя получится Если мы Корень из А Умножим на корень из А Это будет 2х Нет, мы уже с тобой говорили об этом А? 1х Это будет просто х Это будет просто х Да, уже говорили об этом Да Вот Это здесь, по-моему Вот мы говорили, да Если тебе под корнем одинаковое И если тебе корень именно квадратный И там, и там То корень просто исчезнет И останется то, что под корнем Пятерка Здесь у тебя получается Корень из х Ты умножаешь на корень из х Значит, будет просто х Дальше Минус Теперь корень из х Ты умножаешь на корень из у Это не Че? Ну, это будет Ну, опять же Что делать? Давай вернемся к правилу сейчас Я сейчас тебе объясню Вот Да, вот это правило Я тебе говорил, что если у тебя есть Несколько множителей под корнем Да? Под общим корнем То ты можешь это записать Как корень из одного множителя Умноженный на корень из другого множителя Правильно? Yes? Да Yes Хорошо Но мы можем же это же Эту же штукенцию В обратном направлении использовать А, тогда это будет Корень Нет Или Корень Х Умножить на Икрик Ты понял, да? Что получится? То есть, мы эти корни запишем под одним просто общим корнем И все Ну, в смысле Произведение этих множителей мы напишем просто под одним корнем Вот как здесь Используя формулу в обратном направлении Вот и все Значит, мы пишем корень, да? И что у нас находится под корнем? Корень Корень Эм Икс Умножить на Икрик Правильно И вот так получится Значит, Икс минус корень из Икс умножить на Икрик Все Это будет ответ Это будет ответ Угу Все На этом все